Чтобы ребенок был здоров и счастлив, родители всегда стремятся, чтобы их малыш попал в лучший детский сад. Но как его выбрать? На что стоит обращать внимание в негосударственных детских садах или группах по присмотру и уходу? Наша съемочная группа сегодня посетила два учреждения, выслушала советы специалистов. Маргарита Платонова узнала все нюансы. Цена и шаговая доступность. Вот два главных критерия, на которые вначале обращают внимание родители. А потом они предпочитают сад, как говорят, побогаче и с игрушками подороже. Но не это самое главное, утверждают эксперты. В первую очередь требуем документы. В лицензированном частном детском саду это сама лицензия и заключение Роспотребнадзора и Пожнадзора. В группах по присмотру и уходу свои нюансы. Вы должны в первую очередь зайти либо на сайт управления образования города Белгорода, либо посмотреть документацию детского сада. Внесен он в реестр или не внесен. Получают родители его субсидию родительской платы, или компенсацию родительской платы, или не получают. Если этот детский сад входит в реестр, то нужно еще обратить внимание на то, есть ли у него акт приемки частного детского сада. Акт приемки обозначает, что детский сад открыт для контролирующих органов, а значит руководителю скрывать нечего. Волновать родителей должен и вопрос, кто будет заботиться о детях. Именно педагоги помогут малышу адаптироваться, не скучать, а играть и развиваться. Учеными доказано, каким бы ни был профессионалом воспитатель, в поле его зрения попадают лишь 15 детей. Например, в этом детском саду на 26 человек 5 воспитателей. Педагоги все с категориями, все с большим опытом работы и в муниципальных садах. То есть профессию свою знают, любят. Не забываем заглянуть в меню. Оно расписано на неделю. Родитель может проверить даже вес порции. А вот вкусно было или нет, можно спросить у самого ребенка. На такие вопросы они отвечают с легкостью. А это зачем? Что это такое на тарелочке? Это лук. А для чего он, Семен? Чтобы не болеть. Стоит обратить внимание и на наличие договора с медицинскими работниками на еженедельное обследование детей. И только после этого можно оценить интерьер помещения и его оснащенность. Игрушки должны быть разные, причем мягких, которые впитывают пыль, желательно поменьше, а развивающих, мозаик, конструкторов и пазлов побольше. Присмотритесь, в каком состоянии эти игрушки и книги. Если в идеальном, значит ими редко играют, и они стоят на полках, как образцы. Вот это нам помогли сделать родители. Это зарожка, которая применяется при закаливании после сна, по которой ходят дети. И таким образом массаж стоп происходит, и, естественно, укрепляется их линейки. Это маски, которые нам тоже помогли изготовить родители для подвижных игр. Таким образом, фултанчики тоже самое. То есть не обязательно что-то покупать. Можно изготовить своими руками. В то же время это и работа с родителями. Эта группа по присмотру и уходу создана в обычной трехкомнатной квартире. Это стало спасением для многих жителей Крейды. Учреждению нет и года, но сюда уже в очереди стоят 15 детей. Принимают малышей и в ясельную группу. Для них есть маленькая раковина и мебель по размерам, причем безопасная, выполненная из экологических материалов и без острых углов. Тонкости, но именно на них все и строится. Приходите в детский сад, вы посмотрели по сторонам, и вот вам кажется, что там, где крашеные стены, что это слишком просто. Это не просто, это требование Роспотребнадзора, потому что это показатель того, что стены моются. Это безопасность вашего ребенка. Обращайте внимание, закрыты ли батареи, хорошее ли освещение. Потому что для маленького ребенка, для него не настолько важно, в каких модных тенденциях раскрашен частный детский сад. А еще специалисты советуют взрослым присесть на пол. Ведь именно здесь маленькие дети проводят большинство своего времени. Проверьте, комфортно ли вам, удобно, есть ли игрушки, до которых можно дотянуться. Ну и самое главное – чистота. Летом детям понадобится игровая площадка для прогулок. Проверяем, далеко ли она находится от детского сада, нужно ли переходить дорогу. Всего в Белгороде 42 частных детских сада и групп по присмотру и уходу. Еще шесть планируют открыть весной. Так что выбор большой. Главное, чтобы родители не жалели времени на поиски и подошли к этому делу ответственно. Наши советы в этом немного помогут. Маргарита Платонова, Александр Поддубный. К этому часу. Белгород.